Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 132. Нам дан угол А. Начертим этот угол. Проведем бисектрису угла А. Назовем ее луч L. И уже теперь нам нужно записать. Зану. Луч L – это бисектриса угла А. Проведем прямую. Назовем ее прямая N. Прямую, которая по условию перпендикулярна бисектрисе. То есть прямая N перпендикулярна лучу L. И нам нужно доказать, что треугольник АМН равнобедренный. Ну, треугольник равнобедренный, если две его стороны равны. Значит, нам нужно доказать, что какие-то две стороны этого треугольника равны между собой. Рассмотрим наш чертеж. Прямые N и луч L пересекаются. Обозначим точку пересечения буквой О. Прямая и луч пересекаются под прямым углом. Значит, все углы, образованные этим пересечением, будут прямые. Но нас интересуют эти углы. И теперь рассмотрим треугольник АМО и треугольник АОН. Эти треугольники имеют общую сторону. Сторону ОА или АО. Угол МОА – это угол прямой. А угол АОН – это тоже прямой угол. Это угол второго треугольника. Но они равны. Угол МАО первого треугольника. Поскольку луч L – это бисектриса угла А, то угол МАО равен половине угла А. Но угол ОАН тоже равен половине угла А. Значит, эти углы равны. Получается, что в первом треугольнике сторона и два прилежащих к ней угла равны стороне и двум прилежащим к ней углам второго треугольника. Значит, треугольники равны по второму признаку равенства треугольников. А раз равны треугольники, то напротив равных углов, напротив угла МОА, лежит сторона АМ. А во втором треугольнике, напротив равного ему угла АОН, лежит сторона АН. И раз равны углы, то равны стороны. Сторона АМ равна стороне АН. Получается, что в треугольнике АМН две стороны равны между собой. А это значит, что треугольник АМН является треугольником равноведренным. Что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.